Приветствую всех поклонников танковых сражений, с вами Fallfire. Италию в этом патче не перестает удивлять. Покатался я на новой БМП под названием Dardo и могу сказать, что это лучшая БМП в игре. Я попробовал его в двух режимах, РБ и СБ, и по результатам выходит, что это отличная техника. Внешне она немного напоминает Type 89, но кардинально от неё отличается. Начнём с того, что у итальянской БМП установлены две ракетные установки, которые имеют вертикальные углы наводки. То есть мы имеем возможность управлять ракетой, не выезжая из-за укрытия. Если на других БМП нужно опускать башню, то нам порой достаточно просто опустить пусковую установку. В РБ от третьего лица можно фактически пускать в туры, как какой-нибудь джавелин. И для этого у нас есть прекрасные ракеты ТОУ-2Б, с возможностью выкуривать врагов из-за укрытия. Ракета автоматически взрывается над крышей танка и направленным взрывом уничтожает всех в башне. От этого чаще всего страдают советские танки с плотной компоновкой, хотя ваншоты происходят через раз. Ракета может попросту выбить казёнку, к примеру. Но для рандома это всё равно очень токсичный геймплей. Казалось бы, такую ракету хорошо использовать против кемперов, но чаще всего как раз таки сами же кемперы её и применяют, особенно попадая на пески синая. Такая БМП может спокойно стоять за барханом и пускать ракеты. Вы её уничтожить не сможете, а она спокойно выбьет ван танк с помощью ТОУ-2Б. Конечно, подобные ракеты уже не новость. Они имеются как у шведской БМП СТРФ-9040, так и у американского Брэдли. И даже есть у китайской птурвозки СМ-25. Но игрокам заполнился именно итальянский дартон. Возможно, всё из-за того, что это новинка, и многие ринулись её прокачивать. А возможно, что по совокупности характеристик, это лучшая БМП. Вот смотрите, у итальянца есть отличная динамика. Удельная мощность 22 л.с. на тонну. Среди остальных БМП это, конечно, не самый лучший показатель, но сильно мы от них не отстаём. Максимальная скорость у нас 70 км в час. Причём задний ход доходит до 32 км в час, что очень достойный результат. Единственный неприятный момент проявляется на различных подъёмах и горках. Почему-то мехлот их проходит с минимальной скоростью. Включают первую передачу, и со скоростью 5 км в час мы еле-еле карабкаемся в горку. Но зато БМП очень быстро разворачивается на месте. Хотя из-за стабилизатора моментального поворота башни этого можно и не заметить. Скорость вращения башни практически доходит до 60 градусов в секунду. Именно поэтому в городском бою наша БМП может всегда среагировать на возникшую угрозу. К этому прибавьте ещё 8 дымовых гранат, которые уходят по 4, и получите прям терминатора. Ах да, я совсем забыл сказать про пушку. 25-мм эрликон КБА. Практически аналог пушки на седаме. Только вот у нас есть лента, полностью состоящая из ломов. Пробой, конечно, не самый высокий, но мы берём отличной скорострельностью и возможностью брать в бой ещё три таких ленты. Вспомните теперь советский БМП, где подкалиберная лента доступна всего лишь одна. Мы просто перестреливаем все зенитки и другие БМП, не боясь остаться без эффективных снарядов. Мы способны на расстоянии даже уничтожать УБТ. Какие-нибудь леопарды отлетают на ура. Одно плохо, у нас нет командирского прицела. Приходится выбирать либо прицел наводчика, либо бинокль. Но зато у нас имеется тепловизор. Да, он ещё первого поколения, из-за этого всё в нём не очень хорошо видно, но возможность увидеть противника на огромном расстоянии и пустить к нему ракету, видя только горячие выхлопы двигателя, это огромное преимущество. Стрельбу на большей дистанции портит только сетка прицела. Не очень удобно корректировать ракету, когда попросту скрывается за рисками прицела. Но есть ещё одно неудобство, это выставлять дистанции для пушки, на которые зачем-то реагирует ракета. Выставляете, к примеру, один километр, и она спокойно прилетает выше цели. Или пытаетесь вызбить вертушку, случайно нажали на замеры дальномера, и всё у вас при цели 9 километров. Ракета полетела мимо. Вот только зачем это всё, я и не понимаю, если у нас есть раздельное управление пусковой установкой и орудием. Напоследок, я решил оставить живучесть машины. Она очень рандомна. Противник может как попасть в наш боекомплект и уничтожить с первого выстрела, так и может нам настреливать постоянно в двигатель, башню и выбивать лишь модули. Тем не менее, уничтожить БМП можно. Противотанковые ракеты мы не удержим, это уж точно. Ну и в заключении. Читаю ли я дарда имбой? По большей части нет. Но это очень токсичная машина в рандоме. Играя от позиций, на больших дистанциях можно эффективно настреливать ракетами. Но благо они ограничены. И у нас всего лишь 8 пусков. Да и не каждая ракета гарантирует ваншот. Другой вопрос, что будет с рандомом и с этих дардов будет целый отряд. Или еще того хуже, половина команды. Вот тогда, мне кажется, это уже можно считать дисбалансом. Особенно на больших картах с кучей укрытий. Говоря про историю, то итальянцы в начале 70-х получили от американцев М113. Чуть переделав эти машины, получился Камелина. Но его принято считать временной мерой, потому что вооружение осталось тем же. Один крупнокалиберный пулемет. И это не устроило итальянских военных. Поэтому в 1973 году начались работы над новой БМП. Однако два первых прототипа удалось подготовить лишь к середине 80-х. Разработкой занималась фирма Отто Мелара. Кстати, помимо классической автопушки, был построен один прототип, на который установили 60-мм пушку. Но данный проект не пошел в серию. К тому же из-за сильного ограниченного пиджета и подгонки БМП под современные реалии, потребовалось много времени. В итоге производство началось лишь в конце 90-х. Машине присвоили имя Дардо. И первый такой Дардо поступил на вооружение в мае 2002 года. Машина успела принять участие в боевых действиях. Ее дебют состоялся в Ираке 2004 года. Затем машина повоевала Ливане и Афганистане. БМП по сей день находится на вооружении армии Италии. Но вот что касаемо ее модернизации, то пока что новостей нет. Вот такая история. Не забываем подписываться на канал, оставлять ваши комментарии и заглядывать обязательно в описание. Помимо 3% скидки, там имеется ряд обучающих видео по авиации. Ну и как обычно, я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой.